Всем огромнейший пламенный, самый-самый искренний привет! Сегодня у нас будет на обзоре младшие арканы Таро Колесо Года. Колода достаточно своеобразная, колода достаточно мягкая, такая вот колода, которая любит немножечко подсластить горькую пилюлю. У меня с ней непростая история связана, она ко мне несколько раз приходила, причем приходила в дар, и также быстро она от меня уходила. И эту колоду, это уже третья попытка, я ее купила с рук, она была не новая, и именно эта колода с рук у меня работает лучше всего. Да, и хочу начать немножечко необычно, начну я рассматривать младшую часть, именно спинтаклий. Почему спинтаклий? Да потому что колода наша показывает праздник, который уже у нас наступил. Это мабон, это 21 сентября. Это веселье, это урожай. Обязательно нужно делать подношение богам. Это могут быть фрукты, это могут быть любые плоды, овощи, фрукты, вино, сок. Самое лучшее время для изготовления амулетов. Самое лучшее время. Это могут быть амулеты из любых натуральных материалов. Например, из каштанов, из рябины, из желудей. Из того, что у вас есть под рукой, любые натуральные материалы будут прекрасны. Ну и давайте немножко пройдемся по масте пентаклий. У них в соответствии, как вы поняли, осень. И пройдемся по значениям. Насколько они здесь совпадают с моим видением. Эта карта называется «Звон монеты. Большие капиталы, наследование, дарение, финансовые выигрыши, изобилие, плодородие, здоровье, глубокая удовлетворенность». Ну вы видите здесь, действительно, вот эта вот фея на карте, она нам дарит все-все-все блага. Наша задача их просто взять. Наша задача ими воспользоваться. Потому что бывает нам высшие силы и посылают эти блага, но мы не всегда их берем. Мы не всегда вот чувствуем, мы знаем, а как ими лучше распорядиться. Тут тот самый шанс, который, в принципе, и на других колодах, да, туз пентаклий. Но нужно еще уметь его взять. Следующая карта. Очень ее люблю. Я вообще двойку пентаклий люблю. Но особенно вот люблю в этой колоде. Это детишки, которые катаются на вот таком орехе, огромнейший орех урожайный. И у каждого по монетке. Причем они с листиком выграверанным. Видите? То есть вот тут явно идут отсылки к осени. Тут явно детишки довольны. Карта называется «Качели, развлечения, беззаботность, игривое отношение, равновесие, приспосабливаемость, качание из стороны в сторону». Вот сейчас я зачитываю МБК для вас. Ну что? Ну мы видим, что здесь девочка несколько выше, мальчик несколько ниже. Тут и неустойчивое какое-то, может быть, да, вот постоянные эмоциональные качели, то вверх, то вниз. И заработок тоже может быть нестабильный, то вверх, то вниз. Но вы можете не замечать того, что у вас есть под ногами, какой урожай, какой плод. То есть они пока веселятся с монетками, да, но они не видят, какой урожай у них. Обратите внимание, внизу, сколько здесь всего сокрыто, да, сколько подпитки им это даст, пользы. Поэтому, девочки, мальчики, обращайте внимание всегда на то, что у вас под ногами. В принципе, карта не мрачная, небо здесь такое не суровое, не пунцовое. То есть, в принципе, карта эта, я считаю, что все-таки позитивная. Так, следующая у нас троечка Пентакли. Интересно, сколько у нас сегодня вместится карт в этом видео. Я планирую видео не более 30 минут. Вот интересно. Ну что, здесь человек рисует произведение искусства, рисует картину. Портрет богини, святость, посвящение, мастерство и самореализация, умение, зоркость, благородство, творческие идеи. Ну да, он рисует то, чему он посвятил свою жизнь, чему он поклоняется, да. То есть, он создает ее так, как видит. Это работа не на поток, это работа уникальная, штучная. Ну, собственно, и все. Собственно, и все. Давайте перейдем к следующей карте. Здесь особо много по Тройке Пентакли не поговоришь. Он ее создает старательно. Опять же, он ее украсил монетами с ликом Луны, как вы видите. Ну, в принципе, такая стандартная Тройка Пентакли. Хотя он над ней работает сам. Обратите внимание. Без посторонней помощи. Так, ну что, Четверка Пентакли. Традиционная карта Жадин. Карта называется Мешок Скряги. Ну, и значение из МБК. Защита владений, собственность, бережливость, неуверенность, неспособность поделиться с соседями. Действительно, он вроде бы жадный, а эти монеты у него все равно выпадают. То есть, чем больше он будет жадничать, тем больше он будет терять. И он еще озирается, он боится, что его кто-то рассекретит, что ему не удастся свое богатство сохранить при себе. Ну, и, конечно, он все равно отдаст больше. Я уже заметила, когда ты сильно-сильно жмешься, все равно какие-то поводы, какие-то ситуации тебя накрывают, и ты отдаешь еще больше. С одной стороны, не всегда нужно быть жадиной, с другой стороны, не нужно и проматывать деньги. Да, вот тот самый баланс стараться найти, то самое равновесие. Ну, иногда не только эта карта на жадность показывает, но в любом случае я эту карту не очень люблю. Хотя есть у меня такие девочки, которые вот транжиры-транжиры. Вот, девочки, если вы такие совсем уж транжирки, можете иногда эту карту проживать, можете иногда делать такие погружения в нее, для того, чтобы немножечко подумали, а стоит ли вам что-то покупать или что-то тратить, или же можно тот же кофе взять в своей термокружке какой-то красивой, да, и тот же тортик поесть не в дорогом кафе, а в кулинарии купить тот же тортик, да, и посидеть у себя дома прекрасно на балкончике, например, или где-то, может быть, даже на природе, и не тратить деньги там, где это не нужно, да, там, где это избыточно. Так, есть же даже вот такая фраза, да, эффект капучино, когда люди покупают кофе, да, вот в стаканчике, там, одно, второе, третье, четвертое, вот в течение года, да, и по факту, то, что они хотят, да, какую-то свою хотелку, свою мечту, они ее отдают, потому что они понемногу тратят, тратят, и то, на что они хотели бы скопить деньги, оно от них просто уходит. Поэтому старайтесь соизмерять, что вам действительно нужно, от чего можно отказаться. Пятерка Пентакли. Вот мне от этой карты почему-то настолько грустно. Карта называется «Отсутствие дома». Здесь нету храма, здесь нету традиционных сюжетов, да, мы не видим ни хромого человека, ни пораженного, никакой болезнью, да. Что здесь? Отсутствие дома. Карта так и называется. Бедность, лишение материальной заботы, несчастья, одиночества, заброшенность и отсутствие средств, и нищета. Тут еще и плохо, что там они хотя бы на пару, да, вот хромой человек и второй прокаженный, да, с колокольчиком, а здесь он вообще сидит один, он пытается переждать тяжелое время, и это молния. И даже эти монеты, они у него есть, но они его не радуют, потому что он голый и босый, потому что у него нет никакого фундамента, и даже прикрытие, которое он нашел, да, это мухоморы, то есть они ядовиты, у него вряд ли есть какой-то выбор, какая-то альтернатива, как им жить, и он просто вот пытается свести концы с концами. Ну, карта очень это для меня неприятная, грустная. Давайте поскорее перейдем к шестерке Пентакли. Понятное дело, что можно эту карту попытаться более в позитивное русло перевести. Понятное дело, что все-таки он не намокнет полностью до нитки, и сапоги у него нормальные, да, и кое-какие монетки есть, но тем не менее, то прикрытие, которое ему дается, оно отравленное, да, вот тоже об этом нужно не забывать. Шестерка Пентакли, здесь она у нас, смотрите, тут вот нежадный, щедрый мужчина, который дает детям денежки, хотя дети действительно бедные, посмотрите, голыми ногами стоят, действительно им не на что купить себе обувь, и действительно он по адресу помог, и я всегда говорю, старайтесь помогать адресно, потому что все вот эти вот часто пишут разные, многим социальные сети, фонды, непонятно какие страницы, это все такое, знаете. Старайтесь помогать, у каждого есть, я думаю, если у вас в школу ходят, или в садик дети, кто-то, кто у вас на виду, кому действительно нужна помощь, поверьте мне, эти люди, если вот вы им должны помочь, они вам попадутся, и действительно ваша помощь будет вовремя. Опять же, вы не обязаны вот над кем-то постоянно шефство брать, чтобы это было в тягость, вовсе нет, вы можете разово кому-то помочь, вы можете разным людям понемногу помочь, но иногда нужно это делать. Ну и, конечно, не озвучивать, потому что я вижу некоторые каналы, знаете, там дадут на копейку, а озвучивают на миллионы копеек, но так не делается. То есть, если вы кому-то помогаете, кому-то стараетесь облегчить жизнь, все эти добрые дела, они должны быть тихие. А если это озвучивается, если это пиарится, что я туда перечислила, я тем, помогла я тем, то это уже и не добрые дела, а это больше пиар. Вот и все. Так, давайте перейдем, посмотрим, что у нас в МБК, к этой карте пишется. Милосердный человек, так она называется, щедрость, благотворительность, подарки, спонсор, спонсор, благо, результат, уплата или получение, баланс в расходах и щедрая плата. Ну да, если вы таким помогаете, то вам с другого источника обязательно денежки придут. Знаете, как богатые люди говорят, лучше я буду давать, чем мне. Ну, это я считаю очень правильно. Следующая карта, семерка Пентакли, поэтому у многих тарологов, кто начинал с той колоды, семерка Пентакли может показывать беременность. Да, вы видите, здесь женщина в положении, в интересном. Ну, у меня, к счастью, семерка Пентакли очень редко показывает такое прекрасное положение женщины. Улыбка ожидания, называется испытание терпением, созревающие плоды, прогресс, только кажущая стагнация. Ну, для меня это карта, я семерку Пентакли, честно говоря, не очень люблю. Здесь женщина у нас в ожидании чуда, в ожидании своего ребеночка, смотрит на эти плоды, думает, как ей доносить свой, как ей его вырастить, доносить и, соответственно, напитать витаминами полезными. Хорошая, добрая здесь карта, и она действительно приятная, особенно тем девочкам, которые хотят стать мамами, вообще замечательная карта. Но она все-таки, знаете, может немножечко растягивать время, вот как-то вот все замедлять, вот я замечала не раз. Ну, и, конечно, здесь она может показывать и срок 9 месяцев, конечно, тут такое тоже может быть. Давайте перейдем к следующей карте. Восьмерка Пентакли. Здесь у нас наш кузнец работает исправно, делает подкову своей лошадки. Здесь уже ему и оплату принесли. Видите, как хорошо, как он ловко работает. Такой мастер, да? Работа и ремесло, любовь к труду, понимание, что человек кузнец своего счастья, успех в организации собственного дела. То есть он молодец, он действительно все делает четко, быстро. Ну, еще какой-то удачливый момент, как подкова тоже, я думаю, что он сам свою удачу кует. Человек сам кузнец своего счастья, сам делает себе везение, удачу своими руками. Я бы так сказала. Кстати, у кого есть подкова, как вы ее вешаете? Рожками вверх или рожками вниз? Некоторые говорят, что нужно как купол. Рожками вниз. Некоторые говорят, что нужно рожками вверх. У меня есть подкова, и для разных нужд я использую ее по-разному. Так, девяточка. Ну, здесь вообще все прекрасно. Урожай. Уже и денежки под ногами лежат. Виноград. То есть будет из чего и вино. Будет и что поднести богам на мабон. Да, то есть, ну, прекраснейшая карта. Мне здесь все нравится. Что могу сказать? Единственное, главное, чтобы он чересчур много вина с него не сделал, да? Потому что это может быть и переизбыток. Ну, давайте почитаем значение. Карта называется урожай. Сбор плодов, собственно, тяжелого труда, выполнение задач, значительные доходы, достижения наивысшего результата. В принципе, прекрасные все значения. Человек получает то, что он тяжело работал, трудился, он получает свой результат. Так, ну что, на десятки Пентакли они уже отведают вино, которое собрали на девятке. Вот ему женушка уже его наливает. Вот он и в бочонке есть вино, и бутылочки закупоренные, да? И денежки они получили. В принципе, счастливы вместе празднуют, да? Вот свои, собственно говоря, достижения. Карта называется божественный нектар. Богатство, прочный фундамент, процветание, достижение материального благополучия, приобретение собственности, да? Ну, в общем, вот такие вот значения. Ну, а мы переходим уже к принцессам. Здесь нет пожей в этой колоде. Здесь вот а-ля на краулянский маневр. Здесь принцы, принцессы. Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Мне это менее привычно, но многим нравится вот именно так. Ну, и что же наша принцесса, да? Она у нас должна заменять пожа. Карта называется прилежная ученица. Юное желание учиться, тяга к знаниям, любознательность, конкретные предложения, материальные перспективы. Да, действительно, она учится. Да, она учится. Возможно, это дорогое обучение. Посмотрите, сколько у нее внизу в мешке Пентакли находится. Обратите внимание. Вот, пожалуйста. И мы видим, что у нее и золотая лента. Мы видим, что она не нуждается. Она учится для того, чтобы учиться. У нее пытливый ум, у нее усердие, у нее старательность. Мне эта карта может показывать начинающих фрилансеров. Мне эта карта может показывать не особо креативных, не особо творческих, но, знаете, таких усердных людей, которые своей жопой все высидят, которые своей усидчивостью, своей хваткой всего добьются, даже без какого-то таланта, даже без какого-то супер-супер-пупер способного вот такого дара. Знаете, вот есть люди с искрой божьей. Вот это не о принцессе Пентакли. Нет, это люди более усидчивые, менее талантливые, но которые свое возьмут именно усердием. Я очень уважаю таких людей. И, конечно же, эта карта для меня также позитивная. Я ее очень люблю. Ну, а сейчас мы перейдем к рыцарю Пентакли. Вот он среди винограда уже с подкованным конем, я так понимаю. Видите, вот эти вот подковы они у него. И здесь получается. Ну, давайте посмотрим ее поближе. Вот он, рыцарь Пентакли, наш красавец. Амбициозный юноша, материализм, завоевание финансового благополучия, упорство, стойкость, трудолюбие. Ну, традиционный рыцарь Пентакли, я бы даже так сказала бы. Пентакли у него в правой руке. То есть не факт, что он его отдаст, да, потому что если бы в левой был, я бы сказала, что прям вот отдаст. А в правой, может быть, он просто его демонстрирует, что он заработал, да. Так, ну что, королева Пентакли, моя карта, я козерог, кто не знает. Кому это интересно, конечно. Ну, приумножая деньги, да, вот у нее в шкатулке, в сундучке они лежат. Вот она и одета хорошо, неизбыточно, и при деньгах, да, и при этом нет. Вот у меня, у королевы Пентакли, это не королева Жезлов. У нее нет вот хвастовства какого-то. Вот у королевы Жезлов вот эта вот демонстративность, она все-таки присутствует, правда же? А у королевы Пентакли такого нет. Она довольно, ну, с достоинством ведет себя. Хозяйка материальных благ, так называется карта. Она обеспеченная женщина, богатая, умная и проницательная. Хорошо воспитанная, бизнесвумен, обладающая коммерческими способностями. Ну да, она умеет и продать, она умеет и купить, просто умничка. Ну, мы сейчас перейдем к королю. Кстати, король здесь достаточно не старый. Вот даже как будто бы женщина немного постарше, вы заметили? Вот именно в этой колоде так. Хотя, вот по моим ощущениям, Пентакли обычно всегда более постарше пара. Но здесь он достаточно такой молод, хороший собор. Может быть, просто хорошо сохранился. Властелитель здоровья, карта называется, великодушный человек, чья власть основана на уверенности в своей силе и финансовых возможностях. Наличие потенциала для развития предприятия и финансового управления. Ну, вот такой вот ресурсный мужчина, потрясающий просто. И мне, конечно, очень приятно было разбирать Пентакли сейчас. И я надеюсь, что мы сейчас перейдем к следующей масти. Следующая масть у нас будет связана с Саммайном. Это, соответственно, время Хэллоуин. Время поминания мертвых душ, того, как они приходят к нам, в наш мир. И, конечно, давайте посмотрим все мечи, которые посвящены именно этому периоду и, соответственно, связываются уже с этим праздником. Ну, начнем с туза мечей. Вы видите, здесь две совы. Здесь человек вот как будто бы медитирует, сидит. Да, но вот какая-то угроза вот над ним есть. Правда же? Ну, и посмотрим, что пишет МБК. Ну, да, действительно, дыхание зимы и, да, вот все-таки угроза, вот этот ветер, вот этот холодок, он уже очень и очень обозначен на этой карте. Вы согласны со мной? Я больше люблю туз мечей, когда он вверх, да, тут он вниз. Ну, человек старается быть невозмутимым, конечно же. Давайте посмотрим двойку мечей. Здесь у нас каштан, не каштан. Здесь такая дуэль, схватка. Причем здесь два человека, что интересно, не один, как вот на классических картах, а два. Причем они находятся тоже вот непонятно, вот где они стоят. Непонятная яма, не яма, может быть, из каштана или из чего-то, вот как будто бы кожура, как будто бы оболочка. И они, получается, за внутренность вот этого каштана или плода они борются. Неизвестно, кто победит. Ну, в общем, щепки летят, как вы видите. И такая жаркая дуэль у них. И причем они два противостоят друг другу. Один такой весь в красном, да, один, второй такой весь холодный, в синем. То есть совершенно два человека абсолютно противоположные. Что здесь нам МБК говорит? Балансирование на острые меча, противоречивые эмоции, сомнения, нерешительность, сварливость и враждебность. Ну, все так и есть. Но я все равно такой дикой агрессии от них не чувствую. Вот вроде бы двойка мечей, они вполне могли бы быть и на пятерке жезла. Вы знаете, вот нет такой дикой агрессии. Они просто хотят каждый отстоять свою точку зрения. Но друг к другу с уважением и достоинством относятся. Так, тройка мечей не такая тяжелая, как в других колодах. Мы здесь не видим пробитое сердце. Здесь, в принципе, нет сердца, здесь нет любви. Мы видим здесь птиц трех разных. Мы видим луну. Мы видим, что птицам достаточно комфортно. Мы не видим какого-то дикого разочарования. Ну и называется хранители тьмы. Психологическое воздействие, болезненные эмоции, заботы, повторяющиеся ошибки, неуверенность в себе. Вот вообще ничего не вижу по этой карте. Я бы сказала бы, что нет. Я считаю, что у каждого, кто оставил этот клинок или меч, есть свой тотем. Да, у кого-то это филин, у кого-то сова, у кого-то ворон. Но нету здесь такой жлости, такой тяжести. Да, вот не согласная с МБК, кстати. Достаточно лайтовая карта. Абсолютно ли лайтовая? Лайтовая, по-моему, правильно. Ну, в общем, девочки, мальчики, она не такая плохая, не такая тяжелая. Вот этот бобер или сурок много шума наделал. Много я слышала всяких подколок на его счет. Кто это? Бобер, сурок, песец. Полный песец, да. Полный сурок, полный бобер. Не знаю. В общем, я так понимаю, что он будет прятаться, я так понимаю, что он боится замерзнуть, но у него есть норка. И вроде бы как зимовка, да, где нужно пересидеть, где нужно утеплиться, все-таки переждать холод, переждать тяжелые времена какие-то, зазимовать. Ну, что нам пишет МБК? Долгая спячка, да, неподвижность, период размышления, выход на пенсию, заляться, необходимый отдых, медитативное спокойствие. Ну, я бы не сказала, что бобер такой старый, что ему нужно на пенсию. Но в любом случае здесь показано то, что особо не поактивничаешь, правда же? Особо никак себя не проявишь, и нужно найти время и возможность переждать, да, чтобы не плыть против течения. Вот, наверное, об этом. Так, пятерка мечей. Здесь она мне не нравится. Здесь люди действительно вот такие поражены, им грустно, им тяжело, им обидно. Ну, и в МБК побеждение войны, потери, унижение, позор, изгнание, предательство, злобенность, упадок, разруха. Ну, да, то есть он победил, но какой ценой, это тут еще вопрос, не люблю эту карту, не хочу на ней долго останавливаться. Вот эта шестерка мечей тоже мне не сильно нравится, потому что он как бы отгоняет эту лодку, неизвестно, кого он везет, чего он везет. Может быть, он ее тайно угоняет, непонятно. Морское путешествие, страх перед переменами, места, вынужденное путешествие к неопределенным берегам и изгнание. Вот, да, вот, как будто бы он какой-то нерукопожатный, как будто бы вот он куда-то вот тайно пытается уехать, да, и он такая персона, но он грант, что-то такое, ну, неприятное вот от этой карты мне идет, и все. Семерка мечей, вот смотрите, очень люблю эту карту, несмотря на то, что она негативная. Она вот хорошо показывает людей, которым нельзя ничего рассказывать, нельзя ничего показывать. Вот есть люди, вот старайтесь их выделять из своего окружения, кому вы не готовы делиться хорошим. Есть такие люди, с кем можно делиться хорошим, и ты делишься, и ты видишь, как они радуются. А есть люди, от которых нужно держать подальше хорошие новости, которые все обесценят, завидуют. Ну, карта любовниц, любовников может показывать, безусловно, и вообще люди, которые завидуют другим, да, вот, которые все равно примеряют чужую жизнь на себя, не видя все остальное. Ну, и карта называется опасные волшебницы, тщеславие, хитро завуалированные цели, теневые предприятия, обман и увертки. Ну, в целом, завистливый человек, который завидует, который хочет забрать то, что есть у вас, который обезьянничает и думает, что если у них это все-все-все будет, да, вот именно верхушка, оболочка, что они станут счастливы, не знают, как это на самом деле бывает, что там на самом деле. Восьмерка мечей, болеющий ребенок, такая тяжелая карта, недостаток энергии, необходимый отдых, тюремное заключение, неустойчивое здоровье, инертность, слабоволие. Не нравится мне эта карта, она часто действительно может показывать болезни, не всегда длительные, но да, она именно негативно отыгрывается. Ну, и вообще болезненность любого начинающего предприятия тоже может показывать. Девятка мечей здесь, ну, страхи высосаны на ровном месте, не особо они такие классные, не особо страшные, да, но вот она неприятна. Десятка мечей мне вообще не нравится, ну, как бы она действительно тяжелая, то есть человек умер, и как бы все, тут действительно крест на жизни, тяжелая, неприятная карта. Очень нравится вот эта принцесса, она мне напоминает действительно стимпанк стиль, у нее и меч, у нее и подзорная труба, супер, она издалека наблюдает, она все видит, все слышит, все понимает, суперская. Рыцарь мечей у нас тоже такой достаточно традиционный, тут уже зима полным ходом идет на масти мечей. Королева мечей здесь дико похожа на мужика, вот не знаю почему, как вот трансвестит какой-то или просто озлобленная, наверное, она самая старая, вот она мне прям пиковую даму напоминает, правда же, такая железная, холодная леди, ужасное это дерево, голое. Не люблю эту карту, хотя в других колодах люблю королеву мечей. Ну и король мечей такой властный, худой, причем он в тепле, если жена у него на холоде, знаете, горячая такая женщина, холодная и при этом горячая, да, она не боится никакой погоды, она везде контролирует ситуацию. То король мечей, посмотрите, он при камине, он при комфорте сидит себе и при этом книжечку держит, он умный, у него есть меч, но все за него будет делать жена. Вот обратите внимание, тоже вот такой вот интересный момент. Все, девочки и мальчики, надеюсь, вам было интересно, у нас осталось еще две масти, напишите, пожалуйста, хотите ли вы продолжение, если хотите, пишите об этом, ставьте лайки, комментируйте, мне это очень-очень помогает. Делитесь этим видео с друзьями, я надеюсь, вам эта колода нравится, напишите, чем она вам нравится, на какие темы вы с ней работаете и хотите ли вы продолжение разборов по двум младшим частям. Частям это кубки и, соответственно, жезлы. На этом все, увидимся с вами очень скоро, подписывайтесь на канал, я очень-очень вас люблю, жду ваших лайков, комментариев и активности на канале. Всем пока!